Есть такая профессия – родину защищать. И этот благородный долг нельзя передоверить кому-то со стороны. Это прекрасно понимают славянские ребята-десятиклассники, которые успешно прошли учебно-полевые сборы. Будущие защитники Отечества хорошо овладели основами армейской премудрости. Андрей Вишневский с подробностями. Наша съемочная группа побывала в оздоровительном лагере «Ровесник» на берегу Азовского моря, на базе которого и проходят сборы. Их цель – знакомство с основами армейской службы и практическая подготовка до призывников. На занятиях школьники должны закрепить не только свои теоретические знания, но и получить новые ценные навыки. Они все в военной форме. Они выполняют задачи караульной службы, суточный наряд, ночью стоят на постах, проходят дневные, ночные занятия. 17-го числа мы провели боевые стрельби с боевым оружием, боевым патроном на войсковом стрельбище в городе Славянске на Кубани. Теперь мы выехали сюда. Ребята ехали с удовольствием. Как говорят опытные военные, пока не выроешь саперной лопаткой окоп, пока не постоишь часовым в карауле, пока не пробежишь кросс с полной выкладкой, не почувствуешь по-настоящему вкус солдатского хлеба. Кроссы бегали. Мы вчера сделали марш-бросок 3 километра. Умирающих, скажем так, не было. Молодцы, держались крепко. Сегодня был кросс 3 километра. Здесь уже шло на время. Молодцы ребята. Неожиданно приятно было увидеть такое рвение и старание десятиклассников наших. Участники сборов долго жили в предвкушении этого яркого для них события. И их ожидания не были напрасными. Для ребят этот опыт очень ценен, поскольку он приоткрывает перед ними дверь в настоящую жизнь, где каждый мужчина всегда готов прийти на помощь своей стране. Настрой есть. Этапы у нас проходили в два этапа. Первый этап – это у нас был полигон. Мы стреляли боевыми патронами. Второй этап – приехали сюда, на базу. Тут у нас проходит строевой смотр, учение, физподготовка. Ну и все в таком духе. Готовят к армии. Казалось бы, что такое? Это совсем не продолжительные сборы. Всего пять дней. И все-таки для ребят их значение трудно переоценить. На пользу пошло все, что нам тут показывали, обучали. Прежде всего, это огневой рубеж. Это новые навыки в стрельбе. То есть попробовали огневое, настоящее оружие. Получили массу впечатлений. Действия при наступлении и обороне, защита от оружия массового поражения – все это отрабатывалось участниками сборов. Навсегда ребятам запомнятся занятия по строевой, физической, огневой подготовке. И еще важно, что допризывники действовали сообща, в команде, стараясь чувствовать плечо товарища. В армии это очень пригодится. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа События.